Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. Правилами дорожного движения прописаны не все дорожные ситуации. Иногда логика говорит о том, что данный маневр запрещается. Но при этом в правилах дорожного движения об этом не словечко. А как известно, все, что не запрещено, разрешено. Давайте мы с вами рассмотрим очередную интересную дорожную ситуацию. Кому из водителей запрещается выполнять разворот? Нам предлагают следующие варианты ответов. Всем водителям разворот запрещен. Только водителю синего автомобиля. Только водителю учебного автомобиля. Водителям синего и учебного автомобилей. Или все-таки разворот разрешен всем водителям. Итак, время пошло. Давайте проведем анализ данной дорожной ситуации. Для начала отбросим очередность проезда этого перекрестка. В данной задаче не спрашивается об очередности движения. Нам с вами необходимо разобраться с теми, кому в этой ситуации запрещен разворот. Перекресток образован пересечением двух дорог. Одна из которых предназначена для одностороннего движения. Знаки особых предписаний четко указывают на это. Водитель красного автомобиля, выезжая на дорогу с односторонним движением, имеет полное право проехать прямо, повернуть налево, а также выполнить разворот. Водитель синего автомобиля, двигаясь по дороге с односторонним движением, может ехать в любом направлении, кроме обратного. Развернувшись на дороге с односторонним движением, он окажется на встречном движении, а за это даже можно лишиться водительского удостоверения. Водитель учебного автомобиля может проехать через этот перекресток прямо, может выполнить поворот направо, и никто не запрещал ему выполнить разворот. Как ни странно, но знак, выезд на дорогу с односторонним движением, которое уходит вправо, не запрещает ему выполнить разворот. Так что, рассмотрев права и обязанности всех водителей, мы с вами выяснили, что разворот в данной ситуации запрещен только водителю синего автомобиля, по той простой причине, что он движется по дороге с односторонним движением. И правильный вариант ответа в данной задаче номер 2. Надеюсь, что разбор данной ситуации был вам интересен. Делитесь, подписывайтесь, комментируйте. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!